доброго времени суток всем кто нашел это видео по запросу или случайно наткнулся всех с наступающим 2014 новым годом сегодня хотелось бы поделиться своими впечатлениями после использования смартфонов stl m300 полгода как меняет девайс и вот коробочка горды надписи made for ukraine google play your applications кратки ттх android 411 две сим-карты 3 гигабайта накопитель батарея 1900 миллиампер часов вай фай bluetooth 3,5 миллиметра 5-мегапиксельная камера двухъядерный процессор 1 гигагерц 512 мегабайтов за у и экран разрешением 480 на 854 киевки 4 и 7 дюймов был куплен в сети магазинов вся мобильная связь за тысячу 149 гривен на исторической родине имеет название dexion dxc 111 продается по цене до около 100 долларов сша что в комплекте по мере самого аппарата 2 аккумулятор на 1900 миллиампер часов который сюда вложен скорее не из-за того что телефону не хватает заряда одной батарейки на день и при средней нагрузке все отлично скорее вложен потому что найти второй в случае выхода из строя первого аккумулятора просто нереально в комплекте гарантийный талончик телефон собственно был куплен в июне была еще гарнитурка которая отправилась куда-то далеко и вот купончик play market с play маркетом все вообще печально на родной прошивке которая стояла изначально на этом телефоне play маркета не было вместо него памяти аппарата устанавливалась игрушка angry birds не знаю возможность спецификации именно попавшуюся мне экземпляра возможно что то еще ну play маркета не было и поставить его без танцев с бубном не удалось за эти полгода конечно многое изменилось я преобразила правда не узнаваемости но для тех кто покупает просто смартфон чтобы использовать его из коробки данный аппарат я бы наверное не рекомендовал потому как стоит своя прошивка какая-то смесь мэйзу байду аэс мэйзу тачвиза и в общем все духе китайских производителей так вот пришлось немного потанцевать дабы ронтировать аппарат портировать прошивку от fly iq 441 с голым android версии 412 вот так собственно выглядит сам аппарат круглая средняя кнопочка аля мэйзу 47 дюймовый кран 480 на 854 точки динамик для звонков фронтальная 0 3 пиксельная камера и датчики приближения освещения сзади у нас soft touch покрытие приятное из рук выпускать не хочется сзади у нас окошко камеры вспышка гордая надпись 8 мега на самом деле нет надписи стел куча всяких надписей и динамик для мелодии вызова с левой стороны у нас спаренная клавиш регулировки громкости со временем облазит от повода прошло по краешкам уже начала облизать снизу лишь отверстие микрофона более ничего нет справа и высоковато конечно хотелось бы чуть пониже кнопка включения выключения аппарата тоже облазит со временем сверху micro usb чуть длиннее глубже сидит и три с половиной миллиметра разъем для наушников вес 160 грамм аппарат чувствуется руки таким кирпичиком поначалу после старичка samsung galaxy geo как-то был великоват и казался просто монстром сейчас спустя 6 месяцев кажется нормальным девайсом хорошо лежит в руке вот этот рамочка судя по ощущениям металлическая потому как на холоде и после улицы и холодит приятно руку и по весу чувствуется что металл в корпусе есть так что еще сказать колдовала над ним спасибо форму чина мобайл с помощью программы mtk droid tools получил и root установил к основной рекавери имея хотя бы минимальные знания в прошивке и умея ориентироваться на форумах for педей и чина мобайл можно спокойно портировать прошивку себе от похожего девайса благо аппаратов на мтк 6577 хватает в общем сделал все максимально похожим на android kitkat ну так захотелось мне так уж любителя голов андроида вот так вот экран довольно неплохой углы обзора довольно таки приличные справа слева единственная при наклоне на себя все цвета инвертируются и неприятно пользоваться и при просмотре фильмов хотелось бы отметить что если смотреть горизонтально камере этого не передашь но с одной стороны дисплея цвета немного инвертируются и получается один глаз видит одно 2 2 как-то дискомфорт вызывает при длительном просмотре изменено тут все от родной прошивки лаунчера и всего остального ничего не осталось стоит нового лаунчера стоит тема kitkat стоит gravity box потому как прозрачная шторка уведомлений все в общем было приближено к четвертой версии андроида зайдем в antutu посмотрим что у нас там после полгода использования и забитого приложениями телефона 7000 шестьсот шестьдесят четыре попугайчика набирает данный телефон в antutu с гордой надписью неплохо вернее не очень плохо что касаемо характеристик да непривычно через камеру первый раз касаемо характеристик так наверное будет немножко лучше собственно android 412 установлен процессор стоит mtk mt 6577 на 1 гигагерц 2 и тра видеоускоритель power rdx 531 разрешение экрана 480 на 854 камера 49 мегапикселей хотя тут наверное не соглашусь хотя может быть автофокуса нет чуть позже память устройства 1 гигабайт под приложение есть возможность ставить приложение на карту памяти изначально из коробки 512 мегабайт козы у ну и собственно наверное все если не обращать внимание 240 точек на дюйм касательно разрешение экрана и хотелось бы отметить что китайцы сейчас на уровне прошивки вшивают эти все данные фейковые для antutu и неясно было написано что здесь стоит mt 6589 четырех ядерные 4 гигагерца 4 гигагерца процессор в общем верить не стоит всему что написано особенно китайцам особенно на бюджетных девайсах ценой до 100 долларов так идем дальше ненамарк ненамарк у нас показывает результат в 26,6 кадров в секунду снова таки довольно неплохо в игры сам лично не играю поэтому нелестно отозваться не могу игры покажу чуть позже что еще хотелось бы сразу по тестам пробежаться вот из тестов мульти тач мульти тач тестер показывает 5 одновременных касаний все работает нормально мертвых зон дисплея нет все хорошо еще одно нарекание к дисплее может быть не знаю то ли китайцы так сказали то ли когда телефон там на столе без зарядки бывает что что не всегда срабатывает экран на касание когда телефон в руках или на зарядке на виде когда телефон в руке все отлично все хорошо может защита такая может еще что в настройках смотрим настройки пробежимся управление сим-картами стандартно для всех китайских аппаратов можно выбрать цвет с какой сим-карты будет идти передача данных вай-фай bluetooth ну и все прелести собственно звука динамик так себе довольно приятный но на на высоких режимах громкости похрипывает сейчас проверим на стандартной мелодии что у нас есть не само последних не самый худший из того что есть настройки стандартные для android 4 1 ничего нового китайцы сюда не принесли так русский язык есть есть кстати таймер включения выключения питания что в принципе не ясно учитывая утверждение общественности что android не работает выключен режиме то ли он в сон уходит неглубоко проверять не доводилось поэтому точно ничего сказать поэтому не могу знаю только что выключается и включается вот это проверял единственное что о самом телефоне ну собственно уже постреле ядро 340 412 android обновление есть и на родной прошивке но терзать меня смутное сомнение что эти обновления вам пролетят так камера с камерой печаль автофокуса нет все весьма плачевно есть вспышка которая благополучно слепит порой фотографии такое чувство что камера стоит где-то мегапикселя 23 и просто интерполяция кстати на родной прошивке можно выбрать разрешение до вплоть до 8 заявленных мегапикселей через камеру вам это не передашь фотки получается замыленными и редко удается поймать фиксированный кадр хотя и хотя если снимать пейзажи снимать пейзажи посреди летнего солнечного дня то все довольно таки неплохо получается и есть фронтальная камера мне говорить сильно не стоит в общем телефон достойный за свои деньги я ни разу не жалел о том что его купил приложение все идут куплен был power mp для музыки звук довольно достойный ставил вайпер есть фонарик светит слабенько но подсветить там попасть в замочную скважину ключом самое ну что еще хотелось бы сказать он за полгода никакого разочарования в телефоне нет свои деньги он стоит можете смело брать из китая за 100 долларов ну просто для тех кто хочет здесь и сейчас 1150 гривен может он стоил не знаю появится ли он еще в магазинах сейчас мы на замену там пришли из тела 450 м 500 собственно то же самое только камера то ли честно заявлены 2 мегапикселя без фейков так полностью идентичный аппарат из игр кого что интересует есть модерн комбат 4 из касательно экрана засвета бывают по краям подсветка не сильно равномерная темноте читать интересно посмотрим на игры модерн комбат 4 довольно таки неплохо идет разрешение в принципе хватает если конечно не переходить на этот девайс после nexus 5 с его full hd экраном или hd после samsung galaxy с его 320 на 480 экран просто идеальный пикселей незаметно хотя если присмотрится конечно их видно смотрим комбат 4 я как-то такой не любитель играть да и через объектив камеры это делать неудобно потому как пальцами не чувствуешь мне что он так чисто ради интереса да единственное что не хватает сейчас уже 512 мегабайт оперативки дед триггер 2 не запускается выдаваясь ошибку о нехватке памяти собственно как и говорил принципе все идет только играть играть не сильно удобно через объектив камеры жалоб нет какие-то там проседания фпс или еще что то все принципе играбельно и модер комбо 4 войсить и дед триггер и т.д. и т.п. идут спокойно и без проблем как уже говорилось девайс свои деньги отрабатывать полностью батарея живет спокойно где-то часов двадцать двадцать четыре если телефон юзать как звонилку телефон юзать так звонилку то два дня я думаю спокойно выдержит в общем как то так покажу еще что вайс-сити хотел запустить san andreas но там сейчас проблема урок старт с оптимизацией запуска не знаю я не нашел версию которая адекватно бы работала вылетает после надписи social club и все тут хоть ты тресни но я думаю тоже должна пойти спокойно вайс-сити в принципе тоже идет стоят вроде бы максимальные настройки грузимся работает радиостанция ну в общем ясно как добиться того что есть наверное расскажу позже ссылку на тему начи на мобайл с веткой по мтк дроид туз которая без проблем буквально в один клик позволяет руки ровать китайский аппарат на платформе мтк 65 там 15 65 77 и и же с ними я сброшу под видео стоит тут еще у гравити тулбокс но программах поговорим позже хочется все таки так снять пару-тройку видео по полезным программам в общем это полгода составим 300 как минимум еще полгода до следующего смартфона мне с ним ходить и жалоб или претензий к нему нет собственно вот такое есть еще полгода со мной будет всем кому не критичные игры современные потому как 512 мегабайт он был 512 мегабайт сейчас маловато для того чтобы играть в игры собственно можно брать как читалка 47 дюймовый экран вполне комфортно читать книжки после издевательств с трех дюймовом galaxy geo в общем еще раз хочу поздравить всех с наступающим 2014 годом телефон к сожалению уже не продается мы просто так в свое время искал информацию о нем и найти что-то из видео обзоров вообще нереально просто на этот аппарат в как его не вбивай хоть хоть dexion dbg 111 хоть и стал им 300 а собственно продавцы в электронном магазине стиловском говорят что все супер надо брать причем там тоже надо уточнять потому как информация не точная и китайцы хотят нас облапошить и наши же хотят нас облапошить вот всех с наступающим всем пока первый видео обзор так что извиняйте вдруг что не так всем удачи